Любите ли вы кунг-фу боевики так, как их люблю я? Думаю, да, потому что я вообще не помню, когда я их последний раз смотрел. Сифу — это тот самый кунг-фу боевик, и, казалось бы, по хую. Но вместо обзоров у игрожёра начали выходить видео о том, как они не смогли её пройти. А АХБТ вообще сначала отказались делать обзор, мол, игра сложная, игра говно. Но потом они его сделали, и сказали, что игра сложная, игра говно. И такой подход со стороны игрожёров вызывает как минимум интерес. В идеале почти по каждому тезису АХБТ можно разъебать, но это работа для настоящих геймеров, а я таким только собираюсь стать. Я сам поначалу думал, а настолько ли сложная эта игра, или это просто жирный пиар-ход, да ещё и за полмесяца до методичка гейта, да-да-да, я всё предсказал. Игра действительно сложная, настолько, насколько о ней говорят, но проблема в том, что... говорят о ней неправильно. Сифу — это настоящее испытание на прочность, воспитание в себе настоящей дисциплины. Просмотра кунг-фу панда не хватит для познания здешнего кунг-фу. Нужно ещё чекнуть мультсериал, который неистовая пятёрка. Эта игра — это сертификация настоящего геймера, и только пройдя её, я смогу здороваться с вами по-нормальному и обращаться к геймерам по-геймерски, да и самому стать сертифицированным геймером. Ладно, давайте начнём с простого. Про что вообще Сифу? Блядь! Пиздец. Сифу — это игра про превозмогание. Это то самое ваше любимое повторение одного и того же раз за разом в надежде на изменения. Часто слышу такое мнение, что жалко, что Сифу не рогалик, ибо в ней нет рандома. А рандом бы этой игре очень сильно пошёл... Эм... Ребят, вы серьёзно? Вы обычной этой локации пройти не можете, а тут вам ещё рандом подавай. Хотя, на отдельный режим я бы посмотрел. Но я признаю, что кому-то может не понравиться, что после смерти нужно все локации одинаковые, пробегать снова и снова, причём с самого начала. Сказал бы я, если бы не было шорткатов. Ну а в чём вообще сложность-то заключается? То, что боёвка больше файтинговая, нежели битэмаповая, и противники любят окружать, и бьют больно. Ну, привыкнуть надо, немножечко, да. Чекпоинты отсутствуют, но возрождаешься ты там же, где и умер. Ну и казалось бы, помирай не хочу, да вот только циферки-то идут вверх. Дело в том, что, умирая, ты стареешь на год. После следующей смерти на два, затем на три, и так далее, и стареть ты будешь всё быстрее и быстрее. И чем старше персонаж, тем больнее он бьёт, но и больнее получает, ибо здоровье с возрастом уменьшается. Плюс некоторые приёмы возможно изучить только будучи молодым. Количество накручиваемых на счётчике смертей можно уменьшить. Либо при помощи убийства элитника, либо первой стадии босса, либо убрать их в ноль при помощи тотема прокачки. Но ни один из этих способов не даст вам помолодеть. А смерть после 70 лет будет последней. Всё, гейм овер. В итоге, у тебя есть 50 лет, чтобы пройти 5 локаций и ёнуть на них 5 боссов. Прогресс возраста и прокачки сохраняется на каждый забег. Счётчик смертей можно сбросить, чтобы замедлить старение, но помолодеть нельзя. Удачи! Батя у ебатя в здании. Спустя 8 лет, проведённых на восточном побережье, пришло самое время вернуться домой. Здесь есть замечательная отсылка на Олдбоя в виде того самого коридора из фильма. Давайте сделаем вид, что я смотрел Олдбоя. И в целом, сильных проблем вы здесь испытывать не будете. За первое прохождение умрёте здесь, ну, наверное, раза много, короче, да. Конечно, придрочившись, понявши, как играть, вы поймёте, что здесь, в общем-то, нечего делать и проходится всё без смертей вообще в лёгкую. Фаджар – босс несложный. У него буквально два паттерна атаки. От него можно просто уворачиваться, бить, уворачиваться, бить. И, в принципе, так его можно и пройти. Битва с ним довольно красиво оформлена, особенно вторая фаза. А вот дальше идёт Клуб. Клуб – это та самая стадия игры, на которой 99% игроков забросили её прохождение. И я был близок к этому. Кривая сложности в сифу действительно кривая. Если первый уровень кажется ещё сложным, но справедливым, то второй просто нечестным. Особенно его финальный босс Шон, который, ну, буквально умалишён. Шутку из Gravity Falls пиздил. Молодец я. По факту, большая часть проблем вызывают вот эти двое. Но, на самом деле, здесь есть парочка секретов. С открытием шортката Клуб, конечно же, проходить проще и быстрее. Вот эту вот дамочку вообще не обязательно трогать. После того, как ты пройдёшь её испытание, можно просто с ней поговорить и пройти дальше. Ибо сразиться с ней предстоит в следующей комнате. Не трать силы попусту. Вообще, проходя Клуб, частенько ловишь себя на мысли, то, что сифу – это экранизация того самого момента, где дать пол искал Фрэнсиса. Финальный босс Шон. Честно говоря, я на него потратил очень много попыток, пока один раз просто не сел и прошёл его, блять, без смерти. Это как вообще? Как? Я говорю, мне вторая фаза реально легче даётся. Ебать, я из-за этой, как раз-таки паттерна, из-за этого я не мог вторую фазу, блять. Я говорю, она лёгкая, блять. Здесь кривая сложности немного спадает, что делает музей моей любимой локацией. Ну и он сам по себе достаточно круто выглядит. Если играть достаточно аккуратно, музей можно пройти чуть ли не с первого раза. Но я играю неаккордно, поэтому, пройдя музей однажды, вам откроется шорткат, который позволит вам скипнуть все битвы и сразу перейти к боссу. Куроку может поначалу показаться проще, но на самом деле она гораздо сложнее второго босса. Ну а её переход во вторую фазу просто шикарен. Знаете, думаю, смело можно пропускать, потому что ничего про башню рассказывать не надо. Я просто в глаза подолбился и забыл фото же записать. А по поводу Джин Фень, блять, Аксель Лоу тебя так не будет бесить на девятом этаже, как она. Давайте лучше перейдём просто к гвоздю программы, наш финальный босс. Чейлс! А доной его в жопу. Ну в принципе я доволен, сиф рекомендую всем.